мы убили с горем пополам босса всем привет с вами андрей мы продолжаем прохождение гладиатора в прошлой серии мы остановились на том что мы убили кристалл это босс так называемого кузнеца выдается также там может быть и гиамант но в нашем случае был кузнец у нас в данный момент вот такой вот снаряжение там фибия талисман предвидения на руковник гильдиваров кольцо урона и зуб мимика также кнут но он не определен еще по снаряжению как вы видите у нас так вот по способностям у нас собственно вот так вот в данной серии хотел бы пробить вместе с вами разумеется босса дм-300 давайте возьмем нам золото пускай будет я просто не знаю что больше пока брать наша задача перейти дальше ну вот собственно переход давайте просто пойдем дальше перешли на 13 этаж у нас тут алхимик сразу сходу идет как вариант можно сразу использовать алхимик если конечно было бы ночем алхимик вроде как пока нету болезни у нас также присутствует вода и 5 жидкого а нам нужно 10 жидкого металла для телекинетического захвата и также есть и энергию ладно тогда это будет позже ищем выход на следующую локацию бежим туда видим летучую мы сейчас мы ее убьем летучая мышь нас не увидела у летучей мыши скорость 2 соответственно мы делаем просто шаг назад чтобы она нас не раздомогло вернулся драться с летучей мыши мы ее победили если у нас был бы у нас кстати по способностям у нас нет защитной стойки собственно у нас щит печати данный момент является 15 единиц собственно поэтому в принципе его можно было бы использовать 15 здоровье конечно хотя лишняя защита она лишней не будет опять же тогда мы должны убивать или на комбо атакой комбо атаки в нашем случае это отбрасывание натиск парирование обрушение мистовства ну самое эффективное конечно если выиграть от защиты это играть через натиск наносит 40% урона комбо умноженное на 20 в нашем случае это 2 соответственно на 20-40 от вашей защиты в качестве бонусного урона сбрасывает комбо то использовать также можно обрушение использовать по площади ну опять же если выиграть через защиту эффективнее конечно через нафельска играть давайте посмотрим откроем сначала все статуи так называемых проводами для того чтобы я как и вы видели находится у нас как вы видите снизу очень много воды какой ряд можно будет ее использовать но проблема кстати говоря по поводу босса я рекомендую использовать на боссе семена скорополоха также зелье скорости если у вас есть грыженые это вдвойне хорошо я правда из игры жены не сделал но фиксим я уже пришел на босса поесть у нас есть что да у нас есть поесть давайте снимем зараженное мясо и начнем нам говорит дм что у него там не обнаружен не авторизированный персонал опять же это проблема дм обратите внимание он поставался на себя щит вид с этих защиты нам нет смысла с его щитом на расу пускай он идет своим щитом погуляет ждем босса да он лежал вон видим босса давайте подождем обратите внимание нам подсказывает игра что что талемный провод чтобы сбить неувязвимость дм талемный провод находится с левой стороны то есть вы видите что получается белые точки идут в левую сторону соответственно нам нужно двигаться в левую сторону для этого можно использовать как деле ускорение о котором я говорил ранее так и сильная скорополоха ну понятное дело в газе мы драться не будем потому что это мазохизм еще тот поэтому просто ждем пока он его величество проснется как вы видите эта гнида умудрилась как-то закинуть яд не видя нас при этом это удивительно так какой же ты вонючая я за что не наблюдаем а он вонючка потому что мы по сути говоря я только к нему подошел вплотную думаю сейчас я ему урон нанесу а он включил свой говногаз ну понятное дело что мы с его щитом драться не будем поэтому пускай он идет лесом со своим щитом сбили моему хит да какой же ты а вот опять же ну ну и он ловит защиту ну вот просто гнида что тебе блин а какой же ты надоедливая зануда а честно он не настолько сложный как может показаться просто к нему надо в моем случае подойти вплотную ну как вы видите эта гнида она постоянно газом пытается отравить ну потому что он гнида видимо из-за этого да какой же ты вонючий а ну какая же ты вонючий агнида ну он выбросы своего газа очень часто делает из-за этого мы не можем его пробить потому что в газе чтобы стоять в газе вам нужно либо иммунитет газа иметь либо временную защиту это обе предлога это достигает с помощью зелий одно из зелья сейчас я вам покажу это зелье чтобы вы имели представление вот собственно эликсир зловония это иммунитет к газу а так называемая временная защита это просто зелье очищения иммунитет газа не постоянный как вы видите он опять же получил следующую стадию наша задача просто использовать зелье ускорения к нему просто убежать и по возможности не наступать на провода и воду потому что тогда мы очень много урона будем получать опять же эта гнида постоянно обтирается я не думаю что нам стоит рисковать поэтому давайте сыграем лучше надежно просто выпьем это несчастное зелье 107 хп собственно как вы видите последняя стадия пришла от вас и нам ползунки показывают что нам нужно двигаться вверх так мы кидаем все на скоропомощное и просто начинаем двигаться в сторону босса и начинаем двигаться в сторону босса и начинаем под босса к его огородному проводу для того чтобы сбить ему эту стадию просто внимание у меня некуда двигаться здесь но опять же он скорее просто вонючий из-за того что он постоянно забивает вас в каску атак ничем особо не помешательный ну в ближнем бою очень больно бьет ну по моей защите конечно один светлый мест наш но факт в том что он достаточно больный ладно всем с вами был Андрей всем спасибо за прошлый опыт всем пока